Мы решили проведать своих родственников и заодно посетить Минск. Знаете, всегда удается как бы мало погулять по городу. Мне очень нравится вообще сама атмосфера Беларуси, если честно, и музея. Не хватает у нас кинотеатров, допустим, на русском языке, вот мы посещаем. Ну, я мало что посещала, в основном родственников, и когда время остается, то посещаем город. Вы знаете, у вас люди очень такие улыбчивые, отзывчивые, добрые, всегда помогут, всегда все покажут, расскажут. То есть такие очень радостные. Не было проблем, нет, все довольно-таки спокойно прошли. Да, единственное, что на литовской стороне были какие-то очень маленькие неурядицы. Но здесь очень даже... Ну, была когда только маленькая, не так особо ничего не помню. Ну, город хочу посмотреть. Вы знаете, у вас очень такие хорошие, отзывчивые пограничники, приятный осадок очень остается в душе. Всегда помогут, если что-то неправильно ты заполняешь, да, всегда помогут, скажут, покажут, расскажут. Приятно. Да, австрицы. Дочка здесь родилась, в Белоруссии, в принципе, но мы очень долго уже проживаем. Кладбище обязательно, да. А что у нас в Минске? Музеи? Ну, да, парки все так далее. Парки, замки. Три года не было, там захоронений, целая куча двоюродные. За это время уже, наверное, пять человек умерло. Надо посетить. Ну, батька молодец, что сделал это без визы. Все-таки и прибыль государству. Ну, и нам лучше. Ну, только что, сейчас там можно где-то дурдом. На Литве там ремонт идет с этой. А там как-то тоже очереди. Ну, сейчас как-то меньше стало уже. Ну, что, на топливо они как-то тормознулись. Они там подскочили немного, но тормознулись. А на еду так страшно, что масло пыло рубль... Ну, я говорю рубль. 90 сейчас 3,20. 200 грамм. Ну, это фантастика. Батон тоже. Ну, в общем, подорожало страшно. Ну, работаем, работаем. Хоть на пенсии, но работаем. Мы как приезжаем, то батоны такие есть. Это сморгоньские очень, как помню, советские были. 22 копейки. В гости к сестре и брату. Вот, нас жизнь разлучила. У меня родная сестра и брат живут в Минске. А я одна осталась в Литве с семьей своей, детьми и внуками. Вот так. Да, едем, боимся, что опять закроют, что надо увидеться. Племянников не видела уже 4 года. Трагедия. Я заплачу. Они даже на могилу к маме не могут приехать сейчас. Брат с сестрой. Мама в Литве похоронена. Так что вот такая у нас жизнь. Тяжелая. Я больше покупаю сейчас у вас товары, и они вкусные. Хорошие. Мне нравятся молочные продукты. Мясные я мало употребляю, особенно кефир идеальный. У нас такого нет. Молочные продукты идеальные. Ну и мясные, наверное, хорошие. Но я бы один раз пробовал. Я не очень любитель. Не сильно можно возить, но если на месте, я с удовольствием покупаю молочные продукты. Ну, запреты есть в Европу, нельзя возить молочные продукты. Но у нас не радует. Не успеваем догоняться. Мы уже привыкли. Всегда же дорожает. Вот когда подешевеет, тогда будет удивительно. А если дорожает, это все нормально. Мы так привыкли уже. В этом году подорожало затопление. Подорожает еще больше. Когда с соседями не дружишь, всегда дорожает. Мы находимся в пункте пропуска Каменло Кашмянского района. С 15 апреля 2022 года был введен безвизовый езд для граждан Литвы и Латвии. Также лиц, имеющие статус неграждан Латвии. С этого момента у нас по сегодняшний день пересекло более 25 тысяч лиц. Из них, если взять для сравнения, две тысячи только по визам проехали. Поэтому намечается значительное увеличение потока людей. Некоторые ездят и по несколько раз. То есть едут за покупками, отзывы только положительные, все хотят только продолжения. Чтобы у нас продолжался, продолжался, продолжался. За покупками, за топливом ездят, ездят за продуктом питания. Очень хвалят молочную продукцию нашу, покупают. Можно увидеть, даже будучи в Ашмянах, в Сморгоне, можно увидеть большие очереди машин с литовскими номерами, литвийскими. Поэтому популярность очень растет. И с кем не общаемся, с людьми, отзывы, все говорят, очень положительных. Еще можно продлевать, хотелось бы, чтобы продлили. Есть такое, что задерживают транспортные средства. Ну, в связи с тем, что в пункте пропуска Медзинка идет у нас реконструкция. Поэтому пропускная способность уменьшена во много раз. Поэтому сейчас немножко очереди появились из-за этого. Но, в принципе, люди все равно едут, потому что цель есть, будут достигать свою.